Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим торт Эскимо. Торт Эскимо это шоколадный торт с кремом на основе сгущенного молока и сверху мы его покроем шоколадной глазурью. Получается торт необычайно вкусный, он прекрасно украсит ваш праздничный или новогодний стол. Сначала приготовим бисквит. Для его приготовления нам понадобятся следующие продукты. Полное их количество я вам оставлю в описании под видео. Духовку можно сразу поставить разогреваться, потому что замешивается тесто очень быстро. Сначала 100 миллилитров молока и 50 грамм сливочного масла подогреем в микроволновой печи. И пока отставим в сторонку, пусть они у нас хорошо остынут. Затем 4 яйца разделим на желтки и белки. Затем в белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером в белую пышную массу. После того, как появится вот такая пенка, начинаем постепенно добавлять 150 грамм сахара, увеличиваем обороты и продолжаем взбивать. На белках начал оставаться заметный след в течение нескольких секунд. Посмотрите, вот этого будет достаточно. Теперь добавляем желтки и продолжаем взбивать. Яичная масса очень хорошо увеличилась в размерах. В принципе, если у вас мощный миксер, то можно делать все то же самое без разделения яиц на белки и желтки. И смешаем все рассыпчатые ингредиенты. 150 грамм муки, 35 грамм какао. Какао обязательно берите темный, хорошего качества. 35 грамм. Это примерно 4 столовые ложки. И 8 грамм разрыхлителя. Это примерно 1,5 чайная ложечка. И все перемешаем. Теперь добавляем во взбитые яйца растопленное молоко и сливочное масло. Также для вкуса я добавлю 1 чайную ложечку экстракта ванили. И просеиваем все рассыпчатые ингредиенты. Просеиваем частями и аккуратно перемешиваем венчиком, либо лопаткой. Но сильно не увлекайтесь. Перемешиваем все время в одном направлении, чтобы наша масса не осела. Тесто должно получиться однородное и пышное. Обратите внимание на консистенцию. Подготавливаем формочку. Я буду запекать бисквит в кондитерском кольце. Я его установила на диаметр 20 см. Сложила фольгу вдвое и закреплю ею дно формочки. И переливаем тесто в форму. И чтобы вышел лишний воздух, провожу деревянной шпажкой в тесте. И отправляем запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-45 минут. Пока бисквит запекается, приготовим крем. В сотейнике смешиваем 250 мл молока, 2 яйца, 200 мл сгущенного молока, 2 чайные ложечки экстракта ванили и 3 столовые ложки крахмала. Можно вместо крахмала использовать муку. И все тщательно перемешиваем венчиком. Ставим массу на небольшой огонь и доводим до закипания. Регулярно помешиваем. Когда масса начнет загустевать, уменьшаем огонь до минимального. Продолжаем регулярно помешивать и провариваем массу в течение буквально 1-2 минут. Вот такая примерно по консистенции должна у вас получиться масса. Убираем ее с огня. Если у вас в массе будет много кусочков, то можно ее перебить погружным блендером, либо протереть через сито. Перекладываем ее в другую емкость. Накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка и даем полностью остыть. Бисквит у меня запекался ровно 45 минут. Проверяю его деревянной шпажкой. Бисквит немного остыл. По краям немного провожу ножом и аккуратно убираю фольгу. Заворачиваю его в пищевую пленку и даю ему отлежаться несколько часов. Затем с ним легче будет работать. Затем убираем пленку и разрезаем бисквит на два равных коржа. Я это делаю с помощью ножа и нитки. Заварная основа у меня полностью остыла, она хорошо загустела, так и должно быть. И теперь смешиваем обе массы. Сначала сливочное масло нужно взбить до кремового состояния. Теперь постепенно добавляем заварную основу и продолжаем взбивать. Друзья, крем получается однородный, пышный, с приятным сливочно-молочным вкусом. Для пропитки я подогрела 80 мл молока в микроволновой печи, буквально на 30 секунд поставила. И добавлю одну большую столовую ложечку сгущённого молока. И перемешаю. Первый корж я сразу переложила на блюдо и пропитываю его пропиткой. Сверху надеваю кондитерское кольцо и на первый корж выкладываем весь крем. И аккуратно разравниваем по всей плоскости коржа. Пропитываем пропиткой второй корж с внутренней стороны и выкладываем этой же внутренней стороной сверху второй корж. И в таком виде убираем торт в холодильник пропитаться на несколько часов. Пока торт у нас настаивается, приготовим шоколадную глазурь. Для этого смешиваем 100 г тёмного шоколада, 50 мл молока и 30 г сливочного масла. И ставим микроволновую печь растопиться короткими импульсами по 30-40 секунд. И затем перемешиваем силиконовой лопаткой в центре до однородного состояния. Шоколадную глазурь нужно остудить до комнатной температуры, чтобы она была не горячей, а такая еле тёплая. Тортик хорошо пропитался. Убираем пищевую плёнку. Аккуратно убираем, слегка проворачивая кондитерское кольцо. Немного подравниваем тортик по бокам. И аккуратно покрываем торт шоколадной глазурью. Давайте же поскорее отрежем кусочек и попробуем. Друзья, если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Пишите мне ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем прекрасных праздников, отличного настроения и до новых встреч. Пока-пока!